Продолжение следует... От Калуги. Чем отличается Калуга от футбольного клуба «Динамо» и многие другие интересные истории из его небольшой, но яркой карьеры. В принципе, сегодня у нас будет два блока. Мы посетим матч выездной команды «Динамо», а во втором выпуске мы с Никитой пойдем на девятую школу в городе Брянске и сыграем с ним на жопу. И вы увидите, кто реально топ, а кто, так скажем, ни о чем. Вот, в принципе. Все, смотрите и цените эту девятую. Как грустно и очень обычно все вышло. Ушла от меня и в ночь теперь слезы накричу. Мне просто обидно, шаги и одиночество слышу. И страшно подумать, и вряд ли я жизнь доживу. Скучаешь по Калуге, скажи честно? Не особо. То есть, в принципе, жизнь в Калуге, она тухлая? Тухлая, и город сам тухлый. Что круче, Брянская или Калуга? Клинца. В плане футбола — динамо или футбольная клубка? Динамо. Трубчевска или футбольный клуб Калуга? Трубчевска. Динамо или футбольный клуб Калуга? Трубчевска. Клинцы или Трубчевска? Клинцы. Давай так вот, по-честному, сколько зарабатывает футболист в футбольной команде Калуга по деньгам? Ну, у всех разные зарплаты. Можешь примерно сказать цифру, чтобы было понимание, ради чего игрок рискует своим здоровьем и... Рядом, короткие, одинаковые, 20 сантиметров. Плюсы дополнительно какие-то... Какие-то... Да, плюсы. Копейки. Вот эта тема заинтересовала меня, вот все, что касается денег, меня больше всего интересует. Ты говорил сейчас про зарплату, а были ли у тебя ситуации, когда, ну, не платили, например, там, какое-то время, а ты находился без денег, либо там какие-то такие вот истории, там, связанные с финансовыми трудностями? Был это годы 3-4 назад, ну, два сезона подряд в Брянске нам, получается, не платили зарплату по 5 месяцев. Смотри, а я слышал, что у футболистов хорошие премиальные, это так? Ну, бывают хорошие, но мне один случай запомнился, в Брянске, когда за какую-то игру, не помню, на кубок, мне пришла смска в размере премиальных, ровно 234 рубля. Я посмеялся, и можно было и плакать, и могли вообще мне присылать. Ты не, даже на бизнес-манч никуда не сходишь, не в Макбону. По сообщению, они будут, давай, вперед, Динамо. Ну, вот как за 234 рубля вперед, Динамо, вот, это, это самая сильная байка. Мне потом ребята знакомые говорили, нахрен тебе это надо, идти там на область, игра, я как-то, смеялся, типа, там вот то 500 рублей какие-то дают. Ну, в то время, как бы, 18 лет думал еще пободаться. Никит, расскажи, как отношения в командах и в Динамо, и в Калуге к местным воспитанникам, больная тема для многих. Где больше доверяют? Ну, на данный момент 100% в Калуге. Могу просто привести пример, то есть, в Брянске, там, не знаю, сколько, 7 или 8 местных. Сейчас? Среди футболистов 25 в заявке. Сейчас? Да, по-моему. Ну, то есть, тот минимум, который прописан в регламенте. А в Калуге, получается, 15 человек местных ребят и только 10 приедут. У нас же был момент, когда в Динамо играли и местные футболисты, и было, там, и в девятые места, там, и так далее, и тому подобное. Сейчас, в принципе, приезжие, но на первом месте, как ты считаешь? На данный момент, может быть, как бы, это первое место. Я не спорю, молодцы, почти там каждую игру сейчас выигрывают. Но в том году, поза том году, было мало своих все равно ребят, и результаты были не положительные. положительные. Не лучше. Да. И даже сейчас, я уверен, там, хорошие ребята приезжие с хорошим уровнем. Но у нас есть те ребята, которые могут еще, ну, как минимум, не затеряться и также помочь. На области многие ребята, и Артур Ефременко, и Саша Сычев, Женя Ежов, тот же Вадим Минич, таким опытом богатым, вот как его нельзя, там, было бы пригласить, да, хотя бы. Я уверен, что там даже на него никто и не выходил. Если и выходили, то там, может, предлагали какие-нибудь 20 тысячи рублей, те же самые. Он им сказал до свидания. Сейчас для решения такой серьезной задачи, чтобы выиграть, да, вторую лигу, я считаю, этот человек бы, ну, очень сильно помог. Тем более, он свой местный. Еще одно отличие Калуги от Брянска. Такие тралики в Брянске уже лет пять как не ездят. Брянск, партизанский край. Тогда Калуга что? Космонавты. Они считают себя эти, Гагарин, отсюда иди, я не знаю. Как раз, вон, лавочку приготовили для нас, скамейку запасную. Давай так. Что круче? В ПФЛ или первая в Собрянской области? На данный момент, наверное, на себя подумают, типа, то, что я играю сейчас. В первую в Собрянской область. Разве? Несколько команд чемпионата области, я считаю, могли бы, там, ну, играть во второй лиге. Ну, понятно, там, за десятку бы где-то так боролись. Конечно, например, с такими командами, как «Сокол», «Саратов», «Металлург», «Лепико», «Бочеки». На подходах к стадиону в Анненках. Просто, это центральный, да, проход к стадиону? Это проход со столом. Ну, то есть, другого нет, да? Ну, можно пойти по-другому, по хорошей дороге, а так. Только такой, да, для болельщиков такой ход, да? Правильно понимаю? Я думаю, у вас. Вот такой вот вариант. Цена билета 150 рублей, цена программки полтишок для сравнения. А вот и брянские динамики. Да, ажиотажа на матчах в Калуге практически нет. Все в таком, сейчас минут 20 до матча, все в таком ключе, спокойном, без проблем все проходится. У нас очереди уже возле кассы в Брянске. Дорогие друзья, со мной находится Никита Бондаренко. Это защитник великолепный, еще в самом САХУ, или в САКЕ, как правильно сказать. Который может в любое время, как показал Никита, несмотря на всякие проблемы, оказаться в любой команде ПФЛ, в любой, без разницы. Играя на Олб... не играя, играя на Олбус, так или нет? Без разницы. Ну, какая разница? Мы находимся сейчас на территории 9-й школы, это стадион. Никита, я знаю, что ты тут учился. Расскажи, насколько это тебе место? Ну, место родное. 10-11 класс очень хороший был. И классный руководитель, и сама компания. Кто учился с тобой в одном классе? Ну, в 9-м классе я вместе учился с Димой Пикатом, который сейчас в Динамо Брянске играет. Я знаю, с этой школы целая плеяда футболистов, вот последние 5-10 лет, которые поиграла за Брянске Динамо. Там можно еще и Артура Ефременко вспомнить. Артема Гайдукова. Да, да, который сейчас играет на зоне Черноземья. В принципе, школа воспитала выкрученное большое количество. Ну, мне кажется, да, в Брянске тоже. Расскажи, что было до 9-й школы. Я знаю, что ты из области. Ну, да, я из города Клинцы. Там тоже сумасшедшая плеяда футболистов, которая в Динамо была. И есть Денис Пролов. Играли также Андрей Андреевский, Антон Романенко. Давай сразу вопрос такой. Почему ребята не любят Клинцы? Почему они все сейчас на области представляют другие команды, но не Клинцы? Вот они даже профессионально не заканчивают карьеру, но в Клинце они не хотят. Почему? Ну, во-первых, ключевую роль тоже всегда играет финансирование. Я считаю, там финансирования никакого нет. Город, как Олег Шалютов, у тебя в выпуске был, Карачев мне помогает. Там такая же ситуация. Там на сезон город выделяет 51 тысячу рублей. Ровно. А взнос 70 тысяч. Остальную часть сами футболисты раскидывают? Нет, там как бы есть небольшой спонсор, но он так небольшой, то есть он чисто вот эти 20 тысяч там взнос, какие-нибудь мячи купить и на проезд, потому что это считай первом визионе самый дальний город. Сколько им ездить в Брянск, это всегда сюда-обратно, 2000 километров. Олимпийки забираем. И тоже нанимать какую-то маршрутку, это тоже деньги стоят неплохие. Вот в Клинцах, короче, все жестко в плане футбола. Да. Но стадион там прекрасный, тем не менее. Не сказал бы. Во-первых, в поле уже все никакое, бетон просто. Ему 12 лет. Сейчас новое постелили на том, где мы как раз все занимались. И там постелили новое искусственное поле. Ну, как бы, я не знаю, какого оно там качества. То есть, не могу сказать. А на том, которым сейчас они принимают, то поле в ужасном состоянии. Ну, ты за команду переживаешь или особо ты... Нет, ну, всегда, конечно. Или Трубчевске, собственно, роднее? Да нет. Трубчевске, не сказать, что роднее, просто там вся такая, знаешь, близкая компания, друзьяка, с которыми ты знаком там не первый год и играл так же. Трубчевске – это команда трамплина. Оттуда люди потом на повышение уходят. Ну, пока же никто не поднялся. И опускаются вниз. Это лифт, команда лифт для футболистов. Нет, подожди, в Трубчевске приходят, люди еще ниже не опускались. В Трубчевске. Но и не поднимались, пока на одно... Никит, продолжи фразу, афоризм. Орел, Калуга и Подольск. Нихрена, я знаю другую версию. Какая, Брянск? Расскажи такой момент. Как очутиться, оказаться в Брянском Динамо молодому парню? Это должно быть какое-то предложение, вот ты тренируешься, типа, и тебе говорят, давай в Динамо, или как это происходит? Ну, просто, мне кажется, тогда нам такое стечение обстоятельств случилось, то, что команда была в ФНЛ, я банкротилась, и заявилась на КФК, откуда брать футболистов. И получилось, что все, там, процентов 80 было местных пацанов. После этого, когда там уже во вторую лигу вышли, там уже чуть меньше осталось. Кто-то наоборот пригласили, кто на КФК не был, таких сумасшедших футболистов, как Вадим Минич, Андрей Козлов. Вот, вот тогда, конечно, когда вторая лига, с ними тренироваться было просто, ну не знаю, кайфово. Когда там в заявку тебя попадали, ты думаешь, какая нахер заявка вообще? Я даже не собирал. Просто потренироваться с ними. Ни смотки не брал, ничего, а там что-то тебя в заявке какой-то оставляют. Я вообще, блин. Сравни, скажем так, инфраструктуру брянского Динамо, ты был и там, и там, и Калуги. То есть на каких уровнях стоят, то есть по пятибалльной системе, судить Брянск, Динамо и Калуга? Сильно отличаются условия игроков, футболистов? Условия отличаются. Во-первых, там нет базы. В Брянске есть база, где приезжие ребята, это уже на их усмотрение они могут снимать квартиру себе, но клуб предоставляет им жилье плюс питание. То есть, опять же, в Калуге базы нет, они предоставляют какую-то сумму на снятие квартиры, но питание там, грубо говоря, практически все за твой счет. Одно отличие. Второе отличие то, что здесь есть на базе поле и живое, и искусственное, и плюс еще стадион. Там получается как бы один стадион Аненки, и там проходят тренировки и главной команды, и детской, и дубля, и плюс проходят там и игры на КПК и второй лиге. Мне кажется, здесь... Кстати, вот футболочка у тебя, это Калужская футболочка? Нет, это я вот, получилось так, на сборы, на просмотр, на сборы ездил в том году, зимой, в ротор Волгоград. Тут просто ротор был написан, она отклеилась из-за... А что, дают футболки там, да? Ну, я знаю, что, слышал, что в Брянске... Вот там, когда ты попадаешь, ты понимаешь, что это футбол. То есть отношения сумасшедшие в плане всего. Тренер тогда был Павлов Сергей Александрович, по-моему, если я не ошибаюсь. Человек там с таким опытом. Тулу вот он, в пример, лигу выводил, Арсенал, и тренировал ее, потом там его убрали. С Лучом он там тоже, в премьер-лиге был. Он так со всех требовал. То есть там такого... Вышли на тренировку, нет мячей или фишек каких-то. Там, здесь в Брянске, там где-то, в Колумбе тоже было. То есть молодые сразу. Вы что, не помогаете? Тут, в первую очередь, администратор, иди сюда, его... Все, он там в любой какой-нибудь... Там что-то завтрак, или как-то что-то перенесли тренировку, и он не в курсе, и это вообще он... В первую очередь администратор, как бы, получает. Опять же, Ауран, ты приехал, не дают тебе выйти на тренировку в какой-то своем. Мне целую сумку выдали, экипировки. То есть там две футболки тренировочные, две парадные, столько же шоу. И все это ты забрал? Все это мне оставили, да, ничего не было. А что, здесь забирают? Калуги забрали у тебя в футболку? Калуги, кстати, тоже не забрали. Там что-то говорили, а, там, как бы, типа, кое-что надо было оставить, но... Ну что, ну что, носки или что? Нет, как бы, куртку такое, типа, то, что... А, нет, носки, типа, как бы, вот это свое, там носки, лосины, футболки, и это все себе, ребята, оставляют. Так, по мелочи. В Брянске в последние два года экипировку не выдавали. Выдали один костюм, и когда, да, вот, контракт расторгали, попросили этот единственный костюм за два года принести. Принес? Конечно. А зачем он мне нужен? Сам приехал и отдал? Ну, когда... Или тебя вылавляли? Нет, я когда приехал подписывать о расторжении, и сразу с собой взял костюм. Все, там тебе ведомость положили, распишите, сделайте, потому что сдал костюм. Нет, такого не было. А как, а если тебе сейчас... А ты сдавал костюм, конечно, ни хрена, тащи костюм. Те же могут такое сказать? Нет, здесь на честном слове. Ооо, все-таки видишь, значит, получается, там, я думаю... За базар отвечают, короче. Ну, они знают, во-первых, то, что я не обманул. И вот. Я честный судья. Честный судья, да, и правдивый парень. А кто в Клинцах вообще воспитывает такая большая группа игроков на высоком уровне выступает? Кто там? Ну, вот, всех, кого я перечислил, это... У нас у всех один был тренер, Андреевский Юрий Арнольдович. Его отец Арнольд Швраснегер, как я понимаю. Он, кстати, всегда просил его называть не по отчеству, а просто дядю Юра. Типа так, намного быстрее, как бы удобнее. Вот, этот... Лучше тренера в плане мотивации и физической подготовки я не видел. Что здесь, в Брянске, в детской школе, сколько тренеров тренировало. И затем, там, на профессиональном уровне такого тренера не было. В плане, конечно, тактики какой-нибудь, тут психологии, да, здесь были лучшие тренера. А в плане мотивации, настроя команды, там, на каждую игру, что бы, бились, он нас настраивал. На каждую игру, здесь. Ты говоришь, Шурли играл тоже, да, вот таким? Ну, на жопу они играли. Футболки повесили по девятку. Три удара. Ты должен забить больше, чем я. Тогда ты выиграл. Давай. Ты опозориться не можешь. Просто угадал, понимаешь? Вот это поле воспитало талантов. Ах, сыченок. Блядь, сука, два раза, да. Да нет, понимаешь? Ты головой смотрел в другое место. Я думал, на третий раз ты точно туда ударишь, сюда. А я пенальтист, блядь. У меня из 10 ударов 10 мимо было до этого. Как вчера, кей, не хотели. Вот видишь? Да, да. Давай, сюда, до нашего. Ха-ха-ха. По одному теперь, да? Или по одному удару? Или по одному до победного? Можно в перекладину побить. А, теперь... Три удара, теперь три в перекладку, например. Ну, давай, я там постою. Давай. Один раз попади, я не попаду ни разу, поверь мне. Понял. Где же Минич на? Вадим Минич. ну так пойдет сколько тут 5 есть до вспоминаю свое детство у нас на 59 школе короче был были ну пруты такие армой армированный с метров 10 и там нет ну как вот как вот там видишь верка сделано и ты короче когда становился на жопу в конце ты к этому забору подходил и рост за эти пруты там четвером пятером а там был один крылья у него было бы кличка вот он играл футбол плохо но убил у нас бога именно у него данных вот если он подал то было очень просто да в эту сетку